так ребят всем привет сегодня буду менять колодки на mercedes те которые мне не подошли мы будем менять их пришли новые и будем менять ремкомплект на суппорт левый он там что плохо работать короче вот сейчас буду делать снимать я вам буду все показывать снимать смотрите далее так ребят вот мы сняли колесо вот у нас диск тормозной нить он заржавел здесь поршень который едва тут с этой стороны с этой на суппорте и вот один из них не работает поэтому с той стороны мы тоже посмотрим будет работать не бойцы но поменяем будем сейчас мы откручивать вот с этой стороны два болта сейчас покажу вот трещотка у меня стоит тут здесь болт и там внизу болт открутим и будем снимать его суппорт но сначала мы прежде чем его откручивать мы сделаем откройте вот этот шланг потому что потом уже будет трудно его где-то в тисках там зажимать и так далее сейчас мы открутим так ребят мы суппорт открутили шланг от суппорта сорвали его вот он все крутится ходит туда-сюда и будем сейчас откручивать сам суппорт там у нас гаечки точнее болты и откручиваем сейчас мы открутим снимем и тогда дальше будут снимать просто неудобно одной рукой так сняли мы суппорт заткнули шланг чтобы не тек и будем сейчас я вам покажу будем разбирать его половинчить полностью сейчас мы выбьем вот такие вот точки и вытащим колодки и вот эти гайки откручиваем и будем его пополам и также будем менять вот эти вот поршня сейчас как сделаем кажусь смотрите далее так сняли мы суппорт расплавить его вот он эти вот поршня большого таскать один там уже заржавел мы вытаскиваем там уже весь ржавый здесь еще более-менее нормальный тоже наверно замочится таскать ну попробуем он хотя ходил а тот уже выковыриваем его постараемся я кстати этот как вы снимал проект надо это с низкой что стопов скновистый снимать убери он так не может не выйти что края раздолбил вот так мы короче тут у нас такие резиночки были все рваные уже новый комплект будем ставить так ребят у нас не получается его выбить мы сейчас дырку в нем просверлили вот есть смотрите вот тут сейчас резьбу сделаем и гаечку болтик накатим болтик и будем уже вытягивать сейчас как сделаем буду снимать показывать так дожди просверлили мы там внутри на поршне дырку и вот так у нас получается и будем сейчас выдавливать его в обратную сторону уже ключиком как выйдет сразу вами хватай нужно поставим обратно работает ты уже создал белого вот такими манерами будем вытаскивать они там должно хватить мне не крутил еще там высоко солнце еще конечно он кстати не такой как там вот как у нас ребят получилось сделали мы в поршню дырку такой поршень сейчас компрессор выключится вот это новый и вот старый поршень вот мы его просверлили он никак не уходил мы просверлили сделали дырку ничего ему не будет ну конечно я забрала да вот они лежат эти да вот они большие такие резиночки ой большой а этот туда короче вставляй к откуда вытащил и поршень так надо было еще один ремкомплект заставлять не подходит он большой но он такой же как он не подходит он подходит туда внутрь уходит да там же риска специально же хорошо вычистить там просто руки нам нужны в русский все бросит пусть едет конечно ну да да то тогда этот поршень смазывайте да сейчас смажем вот специальные тут смазки есть там соус да туда бы нафига человек чуть-чуть и все как нафиг вот сюда ты сейчас его вставлять как-то недорого туда прям вот так сделал чуть-чуть и на второй поршень оставь тут специально какая-то немножко повидло и нормально будет сейчас будет знаешь как тормозить ну лёвочке пройти вверх я вам сказал ну лёвочку пить надо не приходить он уже ходит ушел все нормально на тут резинку впихивать ну чё ты мне блин эту камеру нужно так сделан куда внутрь не маленько сделали неправильно должно быть по научным технологиям этой страной поставим ну да это только ты можешь нет страной поставить ну конечно не всегда сверли лучше видишь надо одеть там на этот наборчик еще не вижу как сальник одевается ты должен одеваться но технологии говорит надо применить тяжелое оружие еще бей что еще бей не заходит но с той стороны зашло же подними повыше поршень ну короче как то так ребят к нему не приезжаете так ребят собрали мы суппорт новый поставили все вот у нас тот поршень со второй стороны более менее хорошего или сам не пришлось ничего сверлить но все равно поменяли его все пошел нас сильный ливень загремело все закрутим его и будем уже ставить обратно так ребят поставили мы суппорт подошел все нормально вот в колодке новые тоже все поставили сейчас прокачаем и наденем колесико и уже будем в процессе смотреть как будет тормозить закрутили мы вот его раз половинчили он половинчица раскрутили тут у него с этой стороны два болта откручиваешь и внизу также два болта откручиваешь и он половинчица пополам раз и поршень с левой стороны справой вот это железо когда будете одевать вот эту железочку чтобы обязательно было сейчас посмотрим ту сторону тоже поменяем смотрите ставили мы новые ремкомплект на суппорта поставили колодки новые задние которые не подошли мы они пришли новые их поставили ну проверим как что вот по идее должно все работать ну все на сегодня всем пока подписывайтесь ставьте лайки